Люди, это жестокие игры. Мы поняли, что просто так наш шоу-бизнес не уничтожить. Поэтому мы решили забросить наших звезд в такое место, где удар боксерской перчаткой покажется им легким массажем. Падение в грязь теплой ванной, а центрифуга детской каруселькой. Следующее испытание им подготовила сама жизнь. Они окажутся в России. Пусть они узнают родину за пределами Садового кольца. Запомните их такими. То есть встречайте, наши отважные герои. Тарзан, Тимур Родригес, Маша Распутина, Анастасия Стоцкая. Ну что ж, мы начинаем. Первое испытание. Этот этап называется «Неместный». Посмотрим, как справится Тарзан с этим испытанием. Так, пока правильно. Правильно, правильно. Да, пока у Тарзана все идет хорошо. Но вот ошибка. У него нет мелочи и закурить – это провал. А Маша Распутина так и не справилась со своим испытанием, которое называется «День рождения мужа в 90-е». Ей предстояло из двух сосисок, банки шпрот и килограмма картошки приготовить банкет на девять рыб. Да все, хватит! Я больше не могу! Не понимаю, как мама могла приготовить из этого набора оливье, рагу, пирог и компот! Женщина, прекратите истерить! Я не женщина! Я не знаю! Как видим, Тарзан не сдается. Он продолжает бороться, и мы посмотрим, как у него это получится в таком виде в незнакомом городе. Пока все идет правильно, дорогие друзья. Пока Тарзан все делает хорошо. Ну вот опять ошибка! У него нет мелочи и закурить – это снова провал. Наша финалистка Анастасия Стоцкая добралась до последнего задания, которое называется «Женские будни». Ей предстоит закупить домой продуктов минимум на неделю, взять из ремонта сапоги, пока холода не долбанули, забрать ребенка из садика и мужа из гаража. Ай-яй-яй-яй-яй! Нет! Ошибка и провал! К этому состязанию не подготовят никакие фитнес-залы и тренажеры. Только спецтренировка, ежедневная стирка, маш-броски на рынок и езда в час пиктоработу в другой конец города. Кто бы мог подумать? Крикливый, смазливый, а до сих пор не сдается наш Тимур Родригес. Ему осталось выполнить самое последнее и самое сложное испытание – неделю прожить на зарплату инженера. Что неужели он сдастся и съест целый трехдневный запас? И все-таки он сорвался, хотя и установил новый рекорд программы – 18 секунд. А теперь его ждет новое, незапланированное испытание – изжога после еды инженера. Тут 18 секундами не отделаешься. Вот и подошли к концу наши жестокие игры. А также мучения наших участников. Ну что, дорогие друзья, как вам русские жестокие игры? Это ужас, это жесть. Я думал, хотя бы меня бросит в яму с крокодилами. Заставят лезть в жерло вулкана. Мы хотели адреналина, приключения, а это для спецназовцев каких-то. Да что же это за страна такая? Давайте уедем из нее в Москву! На самом деле, на самом деле вы правы, потому что, чтобы пройти такое испытание, нужно быть поистине настоящим суперменом. Ведь, посудите сами, вставать нужно. Каждое утро в 8 утра работать по 10 часов в сутки, 20 лет, 20 лет копить на «Жигули» и радоваться коньяку на Новый год. Быть простым россиянином – это уже само по себе экстрим. Да, действительно, с такими испытаниями могут справиться только люди по ту сторону экрана. До встречи, дорогие телезрители! Ну а мы на следующей неделе вздернем наших звезд в поезде «Москва-Владивосток».